Слава Богу, дорогие братья, дорогие сестры! Как всегда, если есть у кого-то вопросы, если дома читали что-то непонятное или хотите спросить, пожалуйста, это можно сделать. Нет вопросов, да? Ну, раз нет вопросов, тогда будем дальше идти рассуждать о нашей теме, касаясь Святого Духа. Я думаю, что мы, ну, как-то неоднократно касаемся этой темы, но я думаю, что в этот раз мы так немножко поподробнее поговорим о Духе Святом, потому что, когда читаем историю Церкви, то практически уже в 134 году, после рождения Иисуса Христа, уже вопрос даров Духа Святого, и о Духе Святом уже почти Церковь не знала. Удивительно. Но история говорит об этом. Вот, в 134 году. А когда пришел в классе Константин, там вообще уже вот эти, этот вопрос вообще был закрытым. И поэтому появлялись там разные наименования, типа там квакеры, и молокани, и другие. То есть, вот такие названия, очень-очень много разных названий, но суть их в том была, что они в какой-то мере, какими-то путями возвращались, может быть, больше к крещению Духом Святым, чем к дарованием. И если даже какие-то одиночные были примеры, касаясь крещения Духом Святым, но вопрос даров очень даже в некоторое время был даже под запретом. И поэтому очень важно сегодня, чтобы мы, друзья, действительно могли понять вот необходимость крещения Духом Святым. Потому что практически, когда мы читаем вот места Священного Писания, когда мы говорим о Духе Святом, то первая проповедь апостола Петра, она была, помните, да, покайтесь, и докрестся каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Когда мы, друзья, читаем или читали места Писания, когда Христос был на земле, и Он очень много говорил о Духе Святом и напоминал о том, что Дух Святой придет. И потом, когда Он вознесся, это и есть первое свидетельство, что Дух Святой пришел на землю. Теперь, друзья, еще такой немаловажный вопрос. Практически, даже Православная Церковь говорит о Духе Святом. И многие деноминации, они говорят о Духе Святом. Потому что с Библией нельзя взять вот это выражение, и эту действительность, эту троицу, ее с Библией нельзя так сделать, чтобы говорить о том, что Дух Святой не нужен, Дух Святой – это что-то не так. Все, друзья, говорят о Духе Святом. Как я говорил уже о том, что единственный вопрос – что это такое? Как это происходит в жизни человека? Как узнать человека, крещенного Духом Святым? Как познать, друзья дорогие, это крещение Духом Святым? И вот здесь уже, на этой почве, очень много есть вопросов. даже люди, которые поносят Дух Святой, люди, которые говорят против крещения Духом Святом, они говорят о Духе Святом. Они говорят, что Он у них есть, они говорят, что они получили Его автоматически, что Церковь получает все автоматически. Поэтому сегодня для нас очень важно, друзья дорогие, во-первых, открыть сейчас нам вообще ту первую задачу, которую Бог имел в планах, о чем Он говорил, что Церковь, она должна быть крещена Духом Святым. И мы видим, что отчасти Христос озвучил это, когда был на земле, он сказал, когда придет Он, Дух Утечитель, что Он будет делать? Он наставит, да? Он научит, Он обличит мир о грехе. Вот. И поэтому сегодня мы об этом говорить не будем, но сегодня мы будем говорить о том, что должно произойти в жизни человека, который родился, да, родился от слова. И когда мы говорим о том, что человек рождается от слова, знаете, здесь целый аспект. Это не просто человек услышал слово, человек поверил, что есть Бог, но здесь в этом происходит и человек причастен смерти Христа, он причастен его воскресению, он причастен, друзья дорогие, как говорится, распятию, и поэтому и дальше жизни. И мы видим, что вся забота Иисуса и учеников, она была направлена на то, чтобы в нас отобразился Христос. И мы очень хорошо понимаем, что без вмешательства вот этой святой личности нам людям, которые по природе грешники, без Духа Святого, без личности нам невозможно приобрести тот статус, о чем говорил апостол Павел, когда он говорил о даровании, когда он говорил о Духе Святом. И, знаете, он сказал очень интересные слова. Говорит, и я покажу вам путь превосходнейший. Что это за путь превосходнейший? Я думаю, друзья дорогие, что здесь не только человек рождается от слова, не только он покаялся, исповедался, был причастен к смерти Христа, был причастен к его воскресенье. Это не только, друзья дорогие, человек дал обещание в доброй совести, но это еще и жизнь наша на основании Божьего Слова. И здесь это очень важно. И поэтому Дух Святой, который производил у нас эту работу, производил, друзья дорогие, то благословение, приводя нас к спасению, приводя к покаянию, приводя к исповеданию, приводя к тому, чтобы мы через Божье Слово могли познать явность греха, потому что неоднократно говорим о том, что люди этого мира, да и мы такими были, когда мы неоднократно об этом уже слышим, когда люди были безгрешны, и они определяли сами свою святость. И эта самосвятость, она заключалась в чем? Я ни у кого не украл и никого не убил. Все. То есть я ни у кого не украл и никого не убил. Вот в этом заключалась вся святость человека. Раз у него этого не было, значит он ожидает, когда у него вырастут крылья. И он готов восхищаться на небесах. Но когда Дух Святой однажды пришел в наше сердце, когда Дух Святой однажды открыл свое слово, друзья, то мы увидели, что не нужно убивать и не нужно ни у кого воровать. Кроме этого у нас достаточно было того, в чем нам нужно было исповедоваться. И поэтому к этому совершенству это первые пути. И мы видим, что Слово Божье говорит о том, что это начало учения, это начало путей. То есть познание греха, вопрос крещения, да, то есть это только начальные пути, воскресение, и мы этот путь должны пройти в своей жизни. Дальше, друзья дорогие, дальше это очень важный процесс в нашей жизни, который Дух Святой проводит с нашим Духом. Это Дух Святой проводит с нашей душой. Это Дух Святой проводит с нашей волей. Потому что практически, когда мы читаем это место священного Писания, итак, братья, представьте тела ваши в жертву, то, я думаю, сестры себя в этот список включают, то практически, друзья, что это говорит? Это говорит о том, что человек должен сокрушить свое Я, и у нас нету нашей воли. Мы должны подчиниться воле Божьей. И вы знаете, когда у человека не будет кротости и смирения, он никогда не сможет подчинить себя воле Божьей. Почему? Потому что там обязательно будет внутренний бунт. Обязательно будет внутренний бунт. Потому что в жизни вот как в христианской жизни не всегда нас обижают по той причине, что мы виноваты. Не всегда в нашей жизни нам нужно просить прощания, потому что то есть мы просим прощания, потому что нам нужно просить прощания. Не всегда в нашей жизни, друзья мои дорогие, нас обижают, потому что мы достойны того, чтобы нас обижали. И вот здесь, вот эти несколько качеств, они уже говорят о принадлежности Христу. Когда человека обижают, он способен не обижаться и простить. Когда у человека, то есть ему не нужно просить прощения, а он, унижаясь, просит прощения. Он сознает себя виновным. И поэтому, если человек не познает воли Божьей, не познает воли Божьей, друзья, он никогда этого сделать не сможет. Он обязательно будет говорить о том, что ради чего это я должен делать, а почему я это должен делать. Когда человек знает Божью волю, то мы знаем, что когда мы, то есть познаем волю Божью не просто в каких-то конкретных вещах, а мы познаем волю Божью вообще во всей нашей жизни. И Слово Господне говорит, не лучше ли вам остаться обиженным, да? Не лучше, но, друзья мои дорогие, ну хорошо читать. Есть один такой вопрос, с которым мы только внутри соглашаемся, и каждый из нас, и я в том числе, все, друзья дорогие, мы противоречим. Мы противоречим Писанию, мы противоречим Богу. Написано, кто отдает свою дочь замуж, делает хорошо, а кто не отдает, то есть тот, кто отдает, это четверка. Кто не отдает, ему пятерка. Друзья, кто на пятерку тянет? Представляете, вот я же говорю, вот есть некоторые вопросы, которые мы все, мы все в этом виновны. Да, мы желаем, лучше пусть будет четверка. Вот, да, пусть лучше четверка будет. И то же самое в жизни, конечно, кому-то и пятерку поставят на небесах, то делает лучше. И есть, действительно, люди, которые и тянут на пятерку, заслужили ее. Мы видим, друзья, что вот, когда мы познаем волю Божью, то во всех вот этих противоречиях у человека нету ропота, у человека нету недовольствия. Он понимает, значит, такова воля Божья. И человек готов. Как написано, не мстите за себя, возлюбленные, да? Дайте место. Господу. И вот на этом пути, я в прошлый раз говорил, во всяком случае, друзья, если мы приобретем те качества, о которых мы сейчас будем говорить, вы знаете, мы сможем действительно отобразить вот тот образ Христа, мы действительно сможем отобразить то, ради чего нам дан Дух Святой. Мы сегодня не будем говорить о дарах. Вы знаете, чтобы могли только понимать правильно, дари в церкви должны быть. Так написано. Так бывает у всех в святых церквах, да? Но дари Духа Святого, они иногда не производят то, что хочет Господь. Давайте проведем примеры о церкви Коринфянам, да? Написано. Вы не имели недостатка ни в каком даровании. И Павел говорит, но я не мог с вами говорить как? С духовными, но как с плотскими. Оказывается, дарование не определяет духовность. Почему? Потому что это дар Божий. Это такой же дар, как человек получил крещение Духом Святым. Кто-то к дару Духа Святого получает еще дарование, которое имеет Дух Святой. Но человек одарованный, он может быть, не может быть, то есть может быть даже плотским. У него есть характер, у него есть воля, у него, друзья дорогие, есть много таких ошибок в жизни. Почему? Потому что он такой же человек, как и все. То есть к нему требования другие, но он же такой же самый, как мы все, вот люди. И поэтому сегодня мы поговорим, друзья дорогие, об этих качествах, которые очень необходимы в нашей жизни. И поэтому первое, что всегда должно быть, хотя это сейчас не относится к этому, но если у нас не будет сокрушенное сердце, если в нашем сердце не будет смирения, друзья, мы никогда не сможем приобщиться к той благодати, которую Господь хочет видеть в нас. Почему? Потому что мы всегда будем противиться некоторым вопросам, которые в нашей жизни будут обязательно. Никто, друзья, их не пройдет. Почему? Потому что Христос сказал всем верующим, всем верующим сказал о том, что у Него есть одежда, которую мы должны одеть. Обувь, щит, меч, праведность, шлем. Вот. И поэтому, если хоть чего-то одного не будет доставать, ну, представьте себе, идет воин в кольчуге, с мечом, со щитом, на голове шапка, но идет босяком. То есть, сразу в глаза будет заметно, что Он где-то сапоги потерял или пропил. Поэтому вот в жизни, очень важно, друзья, чтобы вот в жизни нашей всегда мы могли, да, или весь-весь без головного убора. Вот. И поэтому здесь очень важно, чтобы в нашей жизни мы могли иметь необходимые вещи. Итак, друзья мои дорогие, первое, христианин, как наследник вечной жизни, который стал членом церкви, принял Дух Святой. Первое, что он должен уметь различать, что такое добро и что такое зло. Если человек не будет различать, что такое добро, что такое зло, если христианин не будет различать, что такое свято, а что такое несвято, что чисто, а что нечисто. То есть, вот здесь вначале идет вот этот вопрос. Мы родились от слова, и вот это слово, когда мы покаялись, когда приняли водное крещение, когда мы стали членами тела Христова, когда мы получили дар Духа Святого, вот здесь очень важно, насколько мы прилежны к этому слову, насколько Дух Святой управляет нашей жизнью, насколько вот эта совесть, которую я приобрел посредством прощения, очищения, омытия, оправдания, усыновления, насколько теперь эта совесть, она может действовать. Мы видим, что эта совесть, она начала действовать через Адама, да, и Евы. Почему? Потому что, как только они услышали голос Божий, они сразу увидели, что они, нагие, да, спрятались. Вот. Сразу спрятались. Поэтому нам не нужно ожидать такого голоса, а нам нужно через Слово Божие, сразу мы читаем некоторые места Писания, евреям, 5 глава, 14 стих. Твердая же пиша свойственно совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Как может происходить, друзья мои дорогие, на нашем пути, какая может быть борьба, какие могут быть препятствия, или какие могут быть искушения. Опять давайте читать Слово Божие. Притча Соломона, 14 глава, 27 стих. Служение идолам, недостойным именования, есть начало и причина, и конец всякого зла. Если в жизни человека что-то начинает заменять Бога, если в жизни человека человек начинает что-то больше любить, чем Бога, значит, его сердце поселился кто? Идол. По-польски болван. Да, очень интересное такое. А вот поклоняющийся Ему, то то, что, наверное, достойный такого звания. Поэтому, вот очень важно, друзья, в нашей жизни, чтобы у нас ничего не было того, что мы предпочли бы заменить вместо Бога. И поэтому всему, друзья мои дорогие, есть какая-то причина. Всегда. Например, человек не пошел на собрание, есть какая-то причина. Или он больше любит Господа, или же. Вот. Сегодня, то, брат Борис рассказывал, я сегодня говорил со сестрой, которая живет на Украине, говорит, ты знаешь, у нас теперь каждый день собрание. Каждый день, говорит, теперь на собрание. Вот. И я говорю, а как люди? Побольше, побольше людей стало ходить на собрание. Побольше. Вот. Поэтому, друзья, мы видим, что когда, что мы могли любить Бога, не потому, что у нас есть какая-то причина, понуждающая нас. А вот как хорошо любить Бога тогда, когда все хорошо, а человек все равно идет, любит Господа, благодарит Его. Иакова, 4 глава, 15-16 стих. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Да? То есть, наперед, поеду, куплю, достану, возьму, да, устроюсь, и дальше, дальше, и так много заработаю, потом еще что-то сделаю. И Священное Писание говорит, что так может говорить только тщеславный человек. А вы знаете, что тщеславие, гордость, это родные, братья там или сестры, как хотите, называйте. Но, поэтому сегодня для нас, друзья, очень важно, чтобы, вот в нашей жизни, можно еще много привести к примеру, как и апостол Петр говорил, удаляйте себя, всякого рода зла. Вот. Еще есть один род зла, это тогда, когда дети не повинуются родителям. я читал один рассказ, когда один человек шел по городу и увидел, как сын противоречит или ругается с отцом. И этот человек говорит, так печально стало. потом дальше иду, смотрю, говорит, молодая девушка, дочь, ругается с матерью, вот, даже, говорит, хотела ударить, замахнулась. Говорит, я с такой печалью пошел на кладбище. Говорит, и я уразумел, почему на кладбище так много молодых людей? Потому что нарушена заповедь. А Слово Божие говорит, что человек, не почитающий отца и матери, да? Не почитающий. Это есть зло. А заповедь Божия говорит, почитай отца и мать, и будешь долголетен, и будет благо тебе. Поэтому видим, сегодня, друзья, этого зла может быть очень много, перечислить все трудно, но мы понимаем, что верующий христианин, наследник Божьего Царства, ему очень необходимо, тем более, Слово Господне говорит, бы цари и священники. То есть, мы этому не заслужили. Это даровано милостью Божией. Но если мы не будем различать зло от добра, если мы не будем различать, что чисто, что не чисто, если мы не будем различать, где святость, а где греховность, то, друзья, мои дорогие, нашу жизнь посигнет очень быстро проблемы, неудачи. Вопрос такой, как Бог смотрит на все это? Мы же говорим сегодня о верующих людях, правда же? Мы же не говорим сегодня о мирских. Мы сегодня говорим о верующих людях, за которых умирал Христос, за которых была пролита кровь. Вы знаете, большое и счастье, если Господь какими-то путями их все равно поставит на путь спасения. Но хорошо, когда люди добровольно начинают иногда осознавать, и первый такой импульс Духа Святого, и он не действует на этот призыв. Вот первый импульс совести и обличения. Если нет, я рассказывал уже этот случай, когда христианская семья, муж был высокий, а жена была очень маленькая, и он постоянно подмышку так, она ему как раз была, он подойдет, вот руку положит, и все смеялся над ней, все насмехался, вот, и такой строптивый характер был, она сготовить, кушать, чуть не досолила там или что, он тарелку мог бросить там, значит, ну так вот. И однажды он шел на трамвай, поскользнулся, ноги под колеса, и знаете, Бог сравнял, они были одинаковые. Поэтому, вот, всякое такое зло, которое мы иногда не понимаем, Бог, который любит нас, который хочет, друзья, дорогие, чтобы мы могли получить спасение, я говорил как-то о том, что, почему Адам и Севу, они были выгнаны из рая, они могли бы там находиться, Бог поставил бы ангела вокруг дерева, жизнь, вечный, да, плод вечности, и все, вот, и он бы не пускал бы туда, чтобы жил человек вечно, а там пусть Адам Севу и работает, но, друзья, мы должны всегда понимать, человек, который нарушает волю Божию, человек, который непослушный Богу, он не может оставаться на святом месте, чтобы это место не осквернить, то есть, так не может быть, человек, который живет греховной жизнью, он обязательно осквернит святое место, и поэтому Бог, видя все это, Адама, спасая их, он выгнал их из рая, чтобы они не оскверняли это место, вот почему иногда в церкви необходимо, да, кого-то брать на замечание, кого-то на освящение, кого-то на отлучку, чтобы они не оскверняли святое место, и Писание говорит даже о некоторых вещах, да, гнушаясь даже одежды, гнушаясь даже одежды, поэтому благослови нас Господь, что Бог иногда разными методами, и поэтому я говорю, что очень хорошо, когда человек вот услышал первый импульс Духа Святого, совести, Божьего Слова, реагирует правильно, реагирует на то, чтобы иметь благословение и утешение, это, значит, первое, человек должен приучить себя к развлечению добра и зла, и что чисто, что не чисто, что свято, что не свято. Второе, друзья мои дорогие, хранить себя от похотей. Что это значит в нашей жизни? Если христианин не будет хранить себя от похотей, а вы знаете, плоть, она имеет различные желания, они греховные, конечно, даже пусть они под любым видом преподносятся дьяволам, ну, к примеру, если по-христиански сейчас будем говорить, если человек пришел в церковь, мирской человек, пришел в церковь, да, на посещение, и говорит, ой, хочу покаяться, но сейчас так болит голова, но сейчас так мне трудно, у меня всего тросет. Скажите, кто из верующих скажет, слушай, ну, пойди там, остаканься, тебе же рекши станет. Ну, они же так делают, правда же? Для того, чтобы вот эта вся трясучка прошлась, они что? О-похмеляются, да? А потом опять набираются, и так вот, да, целый день набираются, утром начинают опохмеляться, и потом по-новому, да? Вот. И жены страдают. Но, друзья мои дорогие, и никто не скажет наркоману, который придет, сейчас будет труситься, слушай, да сделай ты дозу, не мучься. А начнем молиться, правда же? Начнем молиться, чтобы Господь освободил его от этого. Поэтому, вот эти вопросы, касаясь похоти плоти, друзья мои дорогие, во-первых, если человек подвержен любым желаниям плоти, если он подвержен, друзья, что это значит? Это значит, очень страшный вопрос. У него снята бронь праведности, он раздетый, он не одетый. Почему написано бронь праведности? Стрела дьявола, она не может поразить этого человека. Смотрите, что говорит Священное Писание. Рожденный от Бога не грешит. Но рожденный от Бога что делает? Хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. То есть, это не значит, что мы под колпаком, что Бог вот одел, колпак на нас. Нет, друзья, дорогие. Это значит, что наш разум, наша воля, это душевные такие качества, наш характер, оно начинает все пропускать через это сито, через совесть. И если даже пришла какая-то мысль, то Священное Писание говорит нам о том, что если эта мысль ведет нас к непослушанию Христа, то мы что делаем? Мы ее пленяем куда? В послушание Христу. А как мы можем ее пленить, если у человека нету брони? Если он сам обнаженный. И дьявол, он пускает любую стрелу. любую стрелу. И она броня для того, чтобы защитить. А когда нет вот этой праведности, эта стрела пробивает человека. И, пожалуйста, человек пораженный. Он не силен, друзья, нам иногда кажется. Я думаю, вам приходилось беседовать с людьми, которые отступили от Бога. И скажите, у кого из них было такое намерение, чтобы вообще уйти от Бога и никогда не прийти? Они всегда, вот с кем я не беседовал, они всегда говорят, нужно прийти, надо прийти. Вот уже на Новый год приду, вот уже на Рождество приду, вот на Пасху обязательно приду. И вот нам иногда кажется, что это так просто. Вот захотел и пришел, вот захотел и покаялся. А оказывается, тут не то, братья мои и сестры. Если человек пренебрег милостью Божией, которую Бог однажды подарил, которую однажды Господь подарил, и если человек поступил, как Исау, который за какую-то похлебку продал же человек, то что-то случилось в жизни, что человек променял первородство, благословение, ведь что-то случилось в жизни, знаем мы, не знаем, друзья, но что-то случилось. И дальше написано, и об этом просил у Отца со слезами и не мог переменить мысли. Для нас сегодня, иногда, когда мы сегодня много слышим проповедей о любви Божьей, о любви Его, о том, как Он милостив, как Он такой добрый, о чуть ли не грешника со всеми грехами, с потрохами в Царство хочет вести. Нет, друзья мои дорогие, поэтому, вот здесь, если человек пренебрегает Божью милость, если человек пренебрегает Божью любовь, если человек пренебрегает, значит, у него что-то есть на пути, вот какая-то похлебка встретилась, из-за чего вот совершилось это отступление. И они всегда, вот сколько там молодежь, которая была, встречаешь, да, ну, говорю, ну как у тебя дела, хорошо, ну как оно может быть хорошо без Бога, ну я скоро приду, я приду, да, я приду, все. Они когда встречаются и начинают заговаривать что-нибудь, только чтобы это, чтобы я не спросил, а когда в церковь придешь, когда будешь каяться. И мы читаем, друзья, вот эти места Писания, которые говорят 1-й Саннекийцам, 3-я глава, 4-я глава, 3-й, 5-й стих. 1-й Саннекийцам, 4-я глава, 3-й, 5-й стих. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Я не хочу сейчас раскладывать, потому что очень много, но я думаю, что мы люди взрослые понимаем все эти вещи, разные есть похоти у человека. У кого-то блудные, у кого-то алкогольные, у кого-то там сигаретные, у кого-то еще какие-то. Но мы видим, друзья, что все эти вопросы или все эти проблемы апостол говорит о том, что это обычная жизнь людей, не знающих Бога. это обычная жизнь, люди, которые не знают Бога. Вот у них эти проблемы. Бог хочет, чтобы мы свой сосуд, я думаю, что здесь мы можем провести такие места, священные писания, которые говорят нам о том, что, разве вы не знаете, что тела ваши, суть, храм Духа Святого в вас. То есть, друзья, это настолько вот серьезно, это настолько свято перед Богом, это настолько чисто должно быть перед Богом, это настолько должно быть благоговейно перед Богом, что наше тело, оно без порока должно принадлежать Христу. Наше тело, оно должно действительно быть настолько вот чистым, настолько святым. И вот здесь, вот этот вопрос Духа Святого, Он производит эту работу, Он сразу посылает вот этот сигнал, Он сразу, друзья, посылает, почему обличает мир о грехе, обличает и нас, если мы где-то что-то не так сказали, не так помыслили, тем более, если мы желаем что-то сделать. И Дух Святой, Он оберегает. Вы знаете, что, конечно, не все люди, может быть, переживали такие проблемы. Я знаю, в деревне, где брат Петр наш, Авдичук, жил, а у них был такой очень интересный случай, тем более, что, еще когда я жил там на Украине, пришлось в больнице посещать этого человека. Случилось так, что его жена попала в больницу, а он по хозяйству, знаете, как в деревне, корову не только пришлось ему кормить, а и подоить нужно будет. Одно, другое, третье. Ну, а как в каждой деревне всегда, как говорят, всегда есть человек отличительный. Ну, особенно то, о чем Христос встретился с одной женщиной, да, которая сказала, у тебя там столько было, и тот, который у тебя, тоже не твой. и вот он доит корову и мысль приходит, вот эта грязная, вот сейчас подаю корову и пойду. Подоил корову, встал и тут же упал. Кровь пошла ртом, носом, он как-то добрался, дети вызвали скорую, завезли в больницу туберкулез. Был здоровый полностью, но вот при этой мысли Бог не желает допустить человека к этому греху. Смотрите, что делает. Он даже это молоко домой не донес. Поэтому иногда мы в жизни, знаете, иногда мы балуемся с Богом, иногда мы не понимаем вот эту строгость Божью. Я возвращаюсь к первым вопросам, а что же делать Богу, если мы иногда продаемся за чечевишную похлебку? Что Богу делать? А вот иногда что Бог делает. Он любит нас. Иногда, друзья, не допускает, но смотрите, как дорого приходится платить за это. Когда мы в своих мыслях не ограничиваем себя. Когда мы в своих мыслях не оберегаем себя. Когда в наших мыслях, подобно тому, как мы читаем, Бог обращается к Аину и говорит, грех лежит у порога, что делай? Господство над ним. Господство над ним, если грех лежит у порога. И когда человек не хочет господствовать, потому что Писание говорит, вы не до крови еще сражались против греха. Если человек не желает этого делать, а почему? Потому что несерьезное, не имеет страха Божьего и другие какие-то вопросы. Но обратите внимание, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. В святости и чести. И написано, кто ищет чести, тот ищет, да, и будет в Царстве Небесном. Тот будет, ожидает похвалы от Господа. Вот. Конечно, друзья, борьба есть, борьба будет всегда. В человеке, сколько он живет, будет какая-то борьба. Но я не думаю, что Слово Божье требует от нас невозможного. Написано, Бог сверхсилы не допускает, Он сверхсилы не дает. Это мы можем себя нагрузить так, что мы уже не можем нести. Как? Через мысли, через помышления, через какую-то информацию. да, мы можем себя нагрузить через какие-то вещи, которые мы допустили в свое сердце. И потом написано, что искушение не говори, Бог меня искушает. Человек сам искушается, обольстившись, да, обольстившись грехом, обольстившись похотью, обольстившись еще чем-то. Но мы видим серьезность Бога в том, чтобы мы могли свой сосуд содержать в святости и части, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. Первое Иоанна, вторая глава, 16-17 сих. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Вот это награда за победу. Это награда, друзья дорогие, за то, что человек свой сосуд соблюдал в чести, за то, что человек соблюдал свой сосуд так, как и обещал Богу в совести. И мы видим, что в жизни дорогие братья, дорогие сестры, я и думаю, что и братья, и лично, мне приходилось видеть не просто одного человека. Мне приходилось много видеть людей, как братьев, так и сестер, которые через похоть своей плоти вставали одержимыми людьми. Одержимыми людьми. Сперва приходила одержимость похотений любых. Кому-то сигарет, кому-то водки, кому-то просите другой половины, еще чего-то, и девять бедных людей, которые вставали одержимыми. Почему, друзья, дорогие, потому что мы иногда не понимаем или мы иногда с земли смотрим на такие вещи, как водное крещение, что такое смерть Господа, что такое воскресение. Но если бы мы это посмотрели с высоты Бога, если бы, друзья, посмотрели на это благословение, как Бог смотрит на это, то есть с высоты неба, чтобы мы посмотрели на то, что мы пережили с вами, то есть мы умерли со Христом для греха и воскресли для новой жизни пребывать во Христе. То есть если вот это посмотреть с высоты или с неба посмотреть, какое-то сильное, какое-то важное, какое-то славное служение. А если мы еще посмотрели с небес на крещение Духом Святым в нашу жизнь, что мы получили от Бога? Какая это ценность, какая-то святость, какая-то чистота, какая-то слава, какое-то благословение, какая-то радость, друзья мои дорогие. И здесь это очень важно. Если человек меняет, как я сказал, запохлебку, конечно, Бог сокрушается, и это очень тяжело для Бога. 1 Иоанна 5 глава 18-19 стих. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. если это знание приходит в нашу жизнь, тогда мы больше обращаемся к Священному Писанию, нам больше вникаем в Слово Божье, нам больше вникаем в учение Господа нашего. Оно приходит в нашу жизнь, и вы знаете, сердце должно чем-то быть наполненным. Или оно будет наполненным Словом Божьим, Божьей благодатью, мы будем рассуждать о Слове Божьем, или же оно чем-то другим наполнится. Оно пустым быть не может, друзья мои дорогие. Кто-то должен занять престол в нашем сердце. Итак, или будет идол, или будут какие-то похоти, или будут что-то мирское. Римлянам, 8 глава 13-14 стих. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умрешляете дела плотские, то живы будете, ибо все водимые духом Божьим суть сыны Божьи. Итак, мы видим, что человек может и должен кем-то водиться. Кто-то должен его вести. Сам по себе человек не способен вести себя в правильном направлении. Итак, мы видим, или мир будет его вести, и там вот эти похоти, эти проблемы там, или же его будет вести Дух Святой. Но, друзья, дорогие, для того, чтобы Дух Святой вел, нужно же наше согласие. А для того, чтобы было наше согласие, на нашем пути будут препятствия. почему Исау продал перворосу? Он кушать захотел. Он же не просто развлекался. Он же захотел кушать. Вот иногда наша плоть, она чего-то хочет. И я думаю, Исау, дойдя домой бы, друзья мои дорогие, он ведь приготовил кушать отцу своему, он не умер бы. Он не умер бы. Приготовил кушать отцу, отец покушал, он покушал. Я думаю, что за день никто не умирает. Но вот Сатана представляет так, вот эту разную похоть, он представляет так, что помрешь сейчас, вот если у тебя что-то не получится, ты сейчас вот умираешь и все. Поэтому для нас очень важно помнить, здесь слово Господне говорит, вот если будете поступать, так то тошно умрете. Еще раз считаю это местописание римлянам, 8 глава, 13-14 стих. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умрешь, а дедила плоские, то же вы будете. Ибо все водимые духом Божиим суть Сыны Божьи. Третье, о чем сегодня хочется говорить, друзья, это иметь чистые уста. Это иметь чистые уста. уздой для языка кротость и воздержание. Да? Узда для коня, это железо. Вот, и постоянно уздечко натянутые, да? Постоянно. А вот уздечко такое для христианина, это кротость и воздержание. Иаков 1 глава 26 стих «Если кто из вас думает, что он благочестив, а не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Вы знаете, очень важно человек думает, что он благочестивый и этим себя обольщает. В то же самое время, как это брат Борис наш любит, говорит, говорит, с одного конца деревни залетела муха, а с другого конца деревни живет лед. Вот. Вот так бывает, когда, ну, какая-то новость пройдет через иногда даже через христианские уста. Вот. Поэтому, вы знаете, это очень опасно в нашей жизни. Вот, как важно, один из учителей, который преподавал проповедникам, мне кажется, я рассказывал о тот случай. Там было 40 учеников у него. И после уже окончания занятий он их всех выстроил. Потом взял записку и пишет. Моя жена, звать ее вот так, она пошла в магазин, одета была в такое-то платье, такая сумочка была. Ну, я сейчас не помню дальше, но смысл такой. И дает читать первому, говорит, про себя прочитай. И тот прочитал. Он эту записочку, значит, ложит и говорит, а теперь на ухо скажи второму, а второй третьему, а третий четвертому, а четвертый пятому. И когда, а потом сороковому сказал, а теперь громко скажи, что ты слышал? И в этом рассказе, значит, там и жену переодели, и в магазин она не пошла, она пошла уже в другое место. И он говорит, а теперь первому, а теперь скажи, что ты слышал? И первый прочитал, что он слышал. И этот учитель сказал, вот вам урок, никогда не решайте дело по слуху. И поэтому, друзья, не всегда верьте слуху. Почему? Потому что вы не знаете, через сорок человек он пришел вам, или через пятьдесят, или через сто. Да может быть, уже пришел вам и не через один город. поэтому сегодня в жизни очень важно, чтобы мы как христиане умели. Если передаем информацию, должны передать так, как мы ее услышали. А если не умеем, то лучше совсем ее не передавать. Иаков, 3 глава, 2 стих. Ибо если мы, ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Смотрите, Яков, который говорит, включая и себя, да, и мы включаем себя и говорим эти слова о том, что ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Шестой стих этой же главы говорит так. И язык – огонь прекрасной неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам, воспаляем от гиены. Вот так получается с нашим языком. Им Бога благословляем, а им, друзья дорогие, да я Тебя никогда не прощу, да я никогда не забуду, да я никогда и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. А потом слава Тебе, Господи, прости меня, как и я прощаю. Поэтому сегодня, друзья, это очень важно. И вот человек, духовный человек, он должен иметь это благословение. Четвертое. Спокойствие, степенность владеет собой. Отсутствие раздражительности сопровождает христианина, христианина, у которого обуздан язык. Значит, если мы эту ступень прошли, обуздали свой язык, обуздали, тогда спокойствие, степенность, владеет собой человек. Отсутствие раздражительности сопровождает христианина, который обуздывает язык. И вот, друзья, несколько качеств, которые помогут нам определиться, насколько мы сможем обуздать свой язык. Колоссянам, 3 глава, 9 стих. «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его». Итак, «не говорить лжи». Колоссянам, 3 глава, 8 стих. «А теперь вы отложите все. Ярость, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших». То есть, не сквернословить. Не сквернословить. 2 Тимофея, 2 глава, 16 стих. «А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии». Если мы сейчас говорили о сквернословии, то апостол Павел говорит Тимофею, 2 Тимофею 2, 16, «не пустословить». Ефесянам, 5 глава, 4 стих. «Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив – благодарение. Что мы здесь находим? Удаляться смехотворство». Удаляться смехотворство. Кажется для нас, что, ну, христианам разве… Но это не значит, друзья, что мы не можем там улыбнуться или быть веселыми. Но на практике сегодня показано в христианстве. Обратите внимание, что мы больше всего запоминаем в проповеди. Если где-то о проповеди было сказано что-то такое, ну, изюминка какая-то, и все засмеялись, вот это и запомнилось. За границей есть условия. Если ты во время проповеди два или три раза не рассмешил публику, тебя больше никто никогда не будет приглашать в церковь для проповеди слова. То есть ты обязательно должен два-три раза рассмешить во время своей проповеди народ. Если у тебя это не получилось, не дай Бог, если ты вызвал слезы. Все, тогда вообще тебя никто даже и звать не будет. То есть мы видим, что апостол Павел, предвидя все это, он наперед говорил эти слова. Наперед говорил о том, что для христиан это неприлично, и нужно от этого избавляться. Следующее. Не быть злоречивым. 1 Петра, 3 глава, 10-13 сих. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. То есть мы видим, друзья, дорогие, опасность того, что может сопровождать жизнь человека, если человек поступает неправильно в жизни, если человек поступает не как угодно Господу. Так, своих лукавых речей, да, уклоняйся от зла, делай добро, и с чем мира стремись к нему, потому что очи Господа обрешены к праведным, и уши его к молитве их. Но лица Господня против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Я приводил уже этот пример, потому что иногда люди задают вопрос, как это здесь написано, и кто вам сделает зло, если вы будете ревнителями доброго? Что это? Никто нам зла не сделает. Нет, друзья мои дорогие. Написано, желающие жить благочестиво будут гонимы. Это уже зло. То есть, а почему они гонимы? Ну, христиан в советское время гоняли. По каким причинам? Они детей отдают в жертву. Это ж такое зло, правда же? Это ж такое зло они делали. Они детей в жертву отдавали. Ну, еще много пустоты говорили. Я не буду сейчас говорить об этом. Братьев судили. Братьев судили за то. И прямо говорили о том, что вот вы подговаривали там вот эту женщину, чтобы она дочь свою отдала в жертву. Это же неправда. Но зло, друзья мои дорогие. Брат Иван Федотов, когда пришел из тюрьмы, эта женщина, она была свидетелем, что он у нее требовал, чтобы дочь она отдала в жертву. Когда он пришел из тюрьмы, он нашел эту женщину. Нашел эту женщину. Когда отсидел уже большой срок, я не помню, сколько он за это отсидел. Вот. Сколько? О, папа говорит, пять. Может быть. Десять, да? Я сейчас не помню, друзья, сколько лет он отсидел за это. Ну, много. Он нашел эту женщину. И начал ей проповедовать Господа. И сказал, что я тебя прощаю. Ну, друзья, на это уже зло. Человек, ну, да пусть он даже там три года отсидел, но ты же не дома. А советские тюрьмы, друзья мои дорогие, это не сейчас комнаты отдыха. Там и телевизор, там чего только нету. А советские тюрьмы, особенно когда гнали братьев по этапу, друзья мои дорогие, опытные только знали, что делать. Они давали в дорогу две или три оселедки, соленые, и не давали воды. И не давали воды. И когда люди с голоду ели эту селедку, вы представляете, что там делалось? Когда их загоняли в бараки, они откручивали батареи и оттуда воду пили. Оттуда пили воду с батареи вот этих. И результат, понимаете, какой, да? Они, конечно, умирали. И все понимали, чем больше умрет, тем лучше. В комнату, где можно было загнать сорок человек, там загоняли по двести, по триста человек. Там негде было лечь, там спали стоя. Поэтому и здесь Слово Божие говорит о том, что будут делать зло. Но когда мы будем видеть Христа, друзья дорогие, эти люди способны потом находить этих людей и говорить «Мы прощаем, мы прощаем вас». Потому что это зло, оно в жизни обворачивалось добром для многих людей, которые каялись, принимали Господа. И люди в этом находили успехи и благословения. 1 Коринфянам, 6 глава, 10 стих. «Не воры, не лихаимцы, не пьяницы, не злоречивые, не хищники Царства Божьего не наследуют». Смотрите, злоречивый человек и пьяница, и лихаимец, и вор, и хищник, они на одном уровне. Поэтому сегодня храни нас Господь, чтобы какие-то злые речи, проклятия, еще что-то. Наоборот написано «Мы призваны благословлять». Мы призваны благословлять. молитесь за обижающих, благословляйте кого? Проклинающих. Легко ли это, друзья? Конечно, нелегко. Конечно, нелегко, когда человек страдает из-за какой-то неправды, и когда человек конкретно знает, почему, из-за кого он страдает. Конечно, приходят разные мысли. Конечно, приходят разные мысли. я говорил уже о том, что, конечно, я очень обижался на начальника отдела кадров, который я год отработал, он мне не дал отпуска. Конечно, я обижался, но как это так, я год отработал, друзьям пообещал, а теперь мне еще год работать, чтобы опять поехать в отпуск. Но, друзья, дорогие, Бог видел другую работу. Если бы я поехал тогда в отпуск, через этот год, я бы не встретил бы свою помощницу. А когда я через два года поехал, она вышла мне на встречу, как Ревека. Поэтому, иногда, вот, знаете, в начале, когда ты не видишь Божьих путей, конечно, обидно, конечно, обидно. Вот, отработал год, и тут по 33 статье взяли и уволили. А потом смотришь, о, Господь, так это же благо мне было. Слава, Господу. Поэтому, друзья, мы видим, вот эти вещи, они, они встречаются в жизни, не так все легко. Опять, казаясь языка, не будь сварливым. Мы не должны быть сварливыми людьми. Я хочу сказать, что, наверное, особенно это заметно, может быть, у родителей. Кто-то может согласиться со мной, кто-то нет. Наверное, у кого какой характер. Для меня было намного проще, если меня мама возьмет и хорошо отшлепает. Мне было это проще. Но, когда она ходила за мной, и не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да лучше ты меня ударила. Ну, лучше бы это самое. Не, она ходила ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Как там муха, знаете, назойливая. Вот. И я не знал, куда деваться. Она все ходила за мной и все это самое. И то, и то, и то, и дальше, и дальше. Вот. Хотя, может быть, это не сварливость. Ну, похоже что-то насчет этого. Ну, ну, в какой-то мере и сварливость. Да, почему ты то? Да, почему ты то? Да, почему ты так сделал? Да, почему? Думаю, ну, взяла бы дрина, дала бы мне два-три раза. И все, я был бы спокойный, получил свое, и все. Тит, Титул Третья Глава Тарусих. Никого не злословить, быть несварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Иаков, Третья Глава, 16-18 сих. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство, и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна, плод же правды в мире, все яйца у тех, которые хранят мир. Конечно, когда мы говорим о сварливости, есть люди, которые не умеют жить мирно. Вот они зацепятся за любую вещь, за любую. Дома можно запиться, кто-то там тарелку не вымыл, не помыл, и уже может быть сварка. Там где-то еще что-то, что-то не так, уже все, уже есть причина, и уже можно слышать раздраженность, крик, многословие, там и пустословие, и там много чего недоброго. Но это не благословение. Поэтому, друзья, для христианина, это все язычок, да, все он, очень хорошо, говорят, устроен, там ему и тепло, не пересыхает никогда, да, всегда пользуется влагой, и дальше, и дальше. Вот, и за хорошим забором спрятался. Поэтому и в жизни вот такие проблемы. Значит, небесварливым. И последнее, друзья, никого не проклинать. Притча, 26 глава, 2 стих. Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслужное проклятие не сбудется. Сейчас обращаюсь к шоферам. Значит так, или, ну, не то, что я замечал, друзья, нет. Ну, вообще-то, то, что видишь вот в жизни, а мы, ну, многие шофера ездят, чтобы нам не делать тех ошибок, чтобы люди сзади нас не проклинали. Значит, две полосы. Левая полоса, поворот налево. Шофер останавливается на левой полосе. Поворот не включенный. Скажите, шофера за ним будут вставать? Конечно, он же будет ехать прямо. Вдруг святофор загорается, он включает левый поворот. А оттуда навстречу. И все его благословляют. Вот. Друзья, но мы можем тоже не избежать такого благословения. Ну, почему человеку раньше не включить поворот? Да? Почему, ну, раньше не включить поворот? Чтобы люди заранее видели, что за тобой нечего занимать место. Потому что иногда может быть так. Столько будет машин, что тебе и не проехать. И ради тебя. Да? Или там меня. все будут стоять и хорошо о тебе говорить. Вот. Или на святофоре стоять. Святофор уже зеленый. А человек, что он там? Каблуки чистит. Или сапоги чистит. Уже ему сзади сигналят. Вот. А он все еще что-то там ищет. То есть, вот это практические, друзья, даже в нашей христианской жизни. Мы, как христиане, шофера, братья, да? Вот. Вот иногда. И потом мы начинаем думать, почему в нашей жизни могут быть проблемы. И могут даже местописания. Это, знаете, есть таких два местописания, которые говорят о том, что ангел Господь наполучается вокруг боякшийся. А если я не боюсь и говорю, ангел Господь наполучается вокруг меня, злоречивый, клеветник, да? И дальше, и дальше. И говорю, ангел Господь наполучается вокруг меня. Вот. Со всем и могу поссориться, потому что у меня друг Христос. А вы как хотите, вы мне не друзья. У меня Христос друг. Вот. Поэтому у нас ни друзей не будет, ни Христа не будет. Вот. Поэтому вот эти все вещи, друзья, они очень близки к нам. Мы живем на этой земле. Мы можем делать какие-то ошибки. Но хорошо, когда мы вовремя. Все это можем исправить. И вовремя все это можем сделать. Вот. Пропустить пешехода на переходе. И смотришь, проехал. Вот. Между людьми. То, что я сейчас говорю, это я видел, как один из братьев христианин на пешеходном переходе. Вот так вот. Между людьми проехал. Ну вот. И, конечно, там хорошо будут говорить о нем. А не дай Бог, если бы они узнали, что это христианин за рулем. Да? Поэтому, друзья, вот нам нужно очень бодрствовать. И написано, незаслуженное проклятие не сбудется. А человек? Ну, ты видишь, что едет лужа. Идут пешеходы. Лужа. Но сбавь, ты же скорость. Нет, нужно проехать так, чтобы всех обкатить. Сестры, бывало такое, нет в вашей жизни? Вот видите. А не дай Бог, если ты христианин сделал. Ну, вы ничего, да? А вот люди ж мирские. Они же там, да чтоб тебе то и то и другое и третье. Они все выскажут, чтоб тебе было хорошо. Вот. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны быть очень внимательными. Вот в наших поездках, в дорогах, должно быть все благословенно. Конечно. Кто-то из нас куда-то торопится. Все может быть, но все равно мы должны быть очень-очень внимательны. И благослови нас Господь в этом. Так что, ну, во всяком случае, то есть, сейчас я говорил насчет, чтобы нас не проклинали. Ну, а тем более, друзья, храни Господь, чтобы мы кому-то сказали, ну, не проклятие. А я люблю всегда так говорить. Дорогой брат, дорогая сестра, я тебе прощаю. Я тебе все прощаю. Но ты знаешь, как мне жалко будет смотреть на тебя, что Бог будет делать с тобой. Я же не проклял, правда же? Вот. И я же просил, правда же? Но, друзья мои дорогие, если я прощаю, то я прощаю. Вот. И поэтому, храни нас Господь, чтобы наши уста, они вот выражали какое-то желание, нехорошего кому-то, нежелание добра кому-то, нежелание кому-то, знаете, лучшего, чем у меня. Поэтому, говорят так, что лучше, радоваться с радующим или плакать с плачущим? И говорят, конечно, плакать с плачущим намного легче. А вот радоваться с радующим намного труднее, друзья, намного труднее. Как, почему? Вот почему? Вдруг, Алла, приезжай сейчас на Мерседесе, и все сестры, и вдовушки, все, Алла, слава Господу, как ты? Ты смотри, а? А где же это она нашла? А где же, да ух ты смотри, вот тут и дальше, и дальше. Я говорю, сущность, может быть такое? Конечно. Квартиру кто-то, дом кто-то купил, еще что-нибудь. Ну, кто-то пальто красивое одел, да? Кто-то пришел, одетый хорошо. Слава Господу, ну, есть у человека возможность, купил себе. А вот ты смотри, Хапуга, где же это набрал столько? Где там, что там? Друзья дорогие, храните себя, оберегайте. На Украине проводили разбор слова, я просто задал такой вопрос в церкви. Братья, сестры, вот, а богатые среди вас есть? Да нет, говорит, нет у нас богатых. Ну, там мой родственничек был, дед Исаак. Говорит, а как вы думаете, дед Исаак богатый? Конечно, говорит, богатый. У него и трактор, у него и мотоцикл, значит. Он там трактор списанный, купил из Весхоза. Вот. Но он богатый. Ну, что же вы говорите, что у вас нету никого богатых? Вот. Поэтому, вот, в жизни нашей всегда бывают вот такие, знаете, вот это больше относится к завистливому оку, но все равно проклятие, нехорошее пожелание другому, еще что-нибудь, друзья мои дорогие. Никогда пусть не будет этого с наших уст. Если радоваться, значит радоваться со всеми, а если плакать, значит плакать со всеми, чтобы мы могли научиться, и это опять-таки смирение и кротость. Мы прошли сегодня всего-навсего только четыре таких качества, у нас есть десять. Так что, до следующего раза, пусть Бог благословит, мы сейчас помолимся. Друзья, запоминайте, это нам пригодится в нашей жизни, потому что очень важно иметь общение с Господом, и хранить свой язык, хранить свое сердце, быть человеком рассудительным, оберегать себя всякого зла, приобретать в себе долголетие и много-много другого того, что учить Священное Писание, с теми обетованиями, которые заложены в Священном Писании. И это все работа Духа Святого в нашем сердце. Друзья, потому что написано, не заботясь, да, о чем говорить, но Дух Святой что сделает? Напомнит. Так и здесь, когда Дух Святой имеет свободу в нашем сердце, то вот при всех этих ситуациях он обязательно даст правильное решение, он обязательно даст правильное познание. Вот в данной ситуации. А, конечно, если мы живем по плоти, когда Дух Святой, Он уже перестал нас учить, тогда мы делаем ошибки, а ошибки Богу придется исправлять, если мы не понимаем. И видите, как получается. Как Господу нужно это делать? Кому-то туберкулез открывает, храни Господь, кому-то ноги обрезает, храни Господь. Храни Господь. Потому что мы не застрахованы от ошибок каких-то. Но если Господь что-то делает, Он хочет нас спасти. Ведь Он с нами, друзья, заключил завет. Ведь Он за нас страдал. И так просто. Он не хочет отдать нас. Он любой ценой желает нас спасти. Помолимся. Академия. Я. 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 Я.